Сегодня мы более детально изучим вопрос, посвященный чистке матрицы. Что же такое матрица? Матрица это светочувствительный элемент. Передо мной сейчас находится матрица от Canon 450D. Мы здесь видим на поверхности находится фильтр. Это инфракрасный фильтр, который не допускает проникновения на поверхность матрицы различных инфракрасных лучей. Под этим фильтром мы видим сам светочувствительный элемент. Вот так он выглядит вблизи. Сейчас фокусируется камера и мы увидим более подробно и детально, что находится под фильтром. Контакты, которые подходят к светочувствительному элементу, это контакты шлейфа, из которого мы получаем данные о изображении. Это тоже матрица, только уже от веб-камеры. Данная матрица это тоже КМОС-матрица. В чем их различие от CCD, здесь сегодня мы останавливаться не будем. Сейчас мы посмотрим на поверхность матрицы. Для того, чтобы было бы лучше это видно, на камере сделаю увеличение. Таким образом мы увидим на поверхности инфракрасного фильтра все загрязнение, которое присутствует на матрице. В данном случае это пылинки. Есть вероятность, что есть и царапины, потому что данный фильтр и данная матрица не хранились бережно, а являются всего лишь презентационным вариантом. Все работы по очистке матрицы мы проводим в специальных перчатках, дабы не наносить дополнительную грязь с пальцев на поверхность матрицы. Перед нами лопатка, которая может чистить как Full Frame, так и Crop. Эту лопатку можно использовать в многих других случаях для чистки поверхностей сенсора или частей камеры. Перед нами салфетки, которые идут в наборе для того, чтобы очистить сенсор. У меня в руках лопатка для очистки сенсора. Вот этот сенсор и вот эта лопатка. Но никогда не трогайте лопаткой сенсор, только используя при этом специальную ткань. Для того, чтобы ткань появилась на поверхности нашей лопатки, укладываем лопатку, накрываем поверхность, складываем. Вот таким образом натягиваем слегка. Наносим немного средства, буквально один разок. Берем нашу матрицу и проводим. Видим, что даже после первого прохода эффект сразу же есть. Если провести еще раз, то с этой же матрицы, с этой же ткани, которая на себя набрала грязь, вывалится кусочек грязи вот сюда. Поэтому и рекомендуется использовать другой кусочек ткани. Если мы будем аккуратно сметать эту грязь, она будет сметаться в края, частично оставаться на поверхности ткани. Умеючи и приноровившись, можно очистить матрицу даже одним лоскутом. Таким образом мы получаем чистую матрицу и не царапая при этом поверхность. Если вы даже сильно нажмете на эту поверхность, она не поцарапается. Сейчас оказывается усилие, равное где-то 500 граммам на поверхность матрицы. Однако матрица при этом не царапается. Сам фильтр довольно твердый. Похож по структуре на защитную пленку на поверхности вашего телефона. Таким образом можно осуществлять чистку матрицы, не боясь за то, что вы поцарапаете поверхность матрицы. Но помните, еще раз напомню, что поверхность пластика не должна касаться поверхности матрицы. Таким образом вы повредите матрицу. Не допускайте повреждения матрицы, используя при этом сверху ткань. Еще один из методов наложения ткани на поверхность, это мы берем из нашего комплекта, кладем на середину, зажимаем пальцем, сгибаем, вот таким образом разворачиваем. И получаем очень хорошую швабру для очистки сенсора. Можно чистить вот так, это в случае, если мы используем фулл фрейм, так если кроп, либо отдельно щеточку для кроп, так или так. Удачной чистки вам, ваших камер!